Добрый вечер. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Ваше внимание в комментариях главного тренера Крылья Хайдастана. Потом ваш вопрос. Как бы странно это ни было, я может быть более разочарован, чем после некоторых проигрышей. В этот момент, конечно, большие эмоции, разочарования у тренера. Я попросил команду, чтобы они себя сдерживали. Я тоже стараюсь это сделать. И несмотря на то, что мы много делали от хорошего до очень хорошего, конечно, у нас были сложные моменты. Но я думаю, что публика чувствовала то, что мы должны были делать как профессиональная команда. Поэтому была такая связь между нами, командой и болельщиками, болельщиком и командой. И я хочу их за это поблагодарить. В общем, я поздравляю команду. Но если сдаться, то большая проблема возникает. Поскольку это игра и для болельщиков, и для места в турнирной таблице, для бонусов и так далее, и так далее, и так далее. И если вдруг сдаешься в такие моменты или что-то отдаешь, то для меня это сложно принять. Жалко. Извиняемся перед болельщиками то, что мы не могли закончить победой. В основном мы делали то, что мы должны были делать. Однако это возвращается, и такие вот ошибки. Мы, может быть, об них уже говорили двадцать, пятьдесят, сто раз. Но все же. Для меня ясно. И для меня это достаточно. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Франк, во втором тайме крылья стали играть значительно выше, стали идти в прессинг. Была ли установка, и если да, то насколько это у нас работало? Я думаю, что в первом тайме мы не находили решение, как правильно защищаться. Поэтому мы выбрали некоторые другие профили игроков, только один явный опорник и все остальные вокруг него. Мы не успели все время делать то, что мы должны были делать со стороны защиты. Поэтому это была проблема в защите, однако, с другой стороны, в нападении это нам помогало. Поэтому мы несколько перестроили, переделали, переставили. И я думаю, что это было лучше для равновесного состояния команды. Я думаю, что это стало лучше для равновесного состояния команды. Вопрос не просто бывает сохранить мотивацию команды, когда она решила основную задачу и находится в середине. Вы, как тренер, как решали эту задачу? Как сохраняли ему мотивацию за победу одна-да? И отдельно, если можно, про Мало, вокруг которого вообще много с ним уходит. Они его, наоборот, больше зажигают? Или все-таки с ним приходится тоже дополнительно работать, чтобы он сохранял эту мотивацию? Нет, я говорил с многими игроками. О том, что сейчас и немножко об этом будущем. Завтра мы с остальными поговорим. Но сначала мне бы хотелось, чтобы я их бью по... Как бы вам это мягче сказать? Поскольку мы профессионалы, мы связаны нашим контрактом, и мы должны его уважать. У нас есть обязательства, что я сказал также, чтобы выполнять нашу работу до конца. Если мы можем закончить на восьмом месте, мы должны заканчивать на восьмом, а не на девятом и не на десятом. Никакого комфорта из-за того, что мы чего-то там достигли, все равно остаются игры. И остается обязательство перед клубом и перед болельщиками, чтобы сделать максимум. Поэтому мотивация это в том, чтобы их разбудить, чтобы они поняли это. И ответ игроков был достаточно положительным. Но у некоторых были проблемы с их отношением. Может быть, они легковато все воспринимали. Оставили борьбу. Но я так не работаю. Но я не могу жаловаться на то, как игроки играли, как они боролись, какое у них было отношение в игре. И мы будем продолжать до самого конца. С моей точки зрения это уважение контракта, который мы подписали. И уважение к болельщикам, которые пришли нас поддержать. Извините, по Мало, да. Я не знаю. Я ничего не знаю по этому поводу. Посмотрим в ближайшие дни или неделю. Замена атакующего игрока Джанни Брунна на скорейшенье оборонительного игрока по той не стало психологическим сигналом поддержания в счет. И причины этого необязательного пеналита. Я не думаю, что тот игрок, который вошел, он создал пенальти. Второе, у меня нет двух игроков по филе Джанни. Потому что других игроков у нас сейчас нет. Таких игроков у нас сейчас нет. Или из-за травмы и женщин. Это нет. Нам нужно больше перехватывать мяч в центре поля. У нас были с этим проблемы. Мы уже 10 раз это в этом сезоне делали. А сейчас можно сказать, что причина это то, что кто-то допустил индивидуальную ошибку. Это ваше право. Однако мое право сделать что-то другое. И здесь отношений никакого нет. Поверьте мне, если бы я мог играть с пятью нападающими, я бы играл с пятью нападающими. Но если мы создаем пять шансов и четыре из них пропускаем, то, конечно, нужно очень аккуратно с этим обращаться. Это не то, что какие-то моральные вещи. Просто стараешься найти какое-то равновесие. У них шансов много не было. У нас были. Может быть, конечно. Вы правы, может и нет. Еще вопросы? Спасибо всем. Спасибо.